У Тацумаки появились чувства к Саитаме, она даже позвала его к себе на чай. Хммм, намечается что-то интересненькое. Появление бластово флешбеки Тацумаки, пробуждение эсперских сил у Фубуки, герой Форте становится свидетелем силы Саитамы, и многое другое вы увидите прямо сейчас. Всем привет, друзья! Это обзор новой 227 главы манги One Punch Man. Но прежде чем мы начнем, хочу выразить отдельное благодарность спонсору этого видео, Батлборгу. Огромное тебе спасибо за поддержку канала, бро. Для тех, кто тоже захочет меня поддержать, ссылка на донат будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, давайте перейдем к обзору. На обложке нас встречают Саитама и Тацумаки, которые уже явно по-другому смотрят друг на друга. Далее мы видим героев А-класса, лежащих в больнице. Бумерангус, который поранился после того, как злая природная вода атаковала его. И Форте, которого сбила машина Фубуки во время подготовки битвы против Саитамы. Так вот, битва Саитамы против Тацумаки продолжается. И эти двое чувствуют землетрясение. Форте выглядывает в окно, услышав грохот. А это оказывается Саитама, который влетел в стену больницы. Это ты? Ты что там делаешь? А-а-а, так ты уже поправляешься? Тебе лучше пойти полежать. Форте, конечно, был удивлен, но сильнее он удивился, когда тот улетел словно ракета. И своим ударом произвел огромный взрыв. Задвинув шорты, задвинув шторы, Форте решает отложить свой реванш Саитамой. Группировка Метель уже выбралась наружу. И, как я говорил в обзоре предыдущей главы, они решили последовать за Фубуки. Во что бы ни стало. Но увидев впоследствии битвы двух сильнейших героев, они были, мягко говоря, в шоке. Хоть они и боятся идти дальше, но понимая, что им надо стать сильнее, они все-таки решаются идти дальше. Далее, мимо них пролетает Тацумаки, которая осознает, что ее силы уже на пределе. Ей поскорее нужно разобраться с Саитамой. Она жалеет, что решила проверить, на что он способен. Ведь она вот-вот потеряет все свои силы. Тацумаки ни разу не встречала человека, на которого она могла бы обрушить всю свою силу. Саитама стал первым, с кем ей даже было весело. Она думала, что лишь Бласт способен ей противостоять. Но к нему добавился и наш Лысик. Она думает лишь о том, чтобы поскорее с ним разобраться. И, использовав всю свою силу, решает вырвать землю и завернуть его туда, как пельмешек. Она уже выдохнулась и надеялась, что на этот раз у нее все получилось. Но не тут-то было. Как она и думала, на нем не было и царапинки. Он, как обычно, одним ударом отбил ее сильнейшую атаку. Она была очень удивлена. Но продолжать бой она уже не может. Поэтому приземляется. Саитама спрашивает у нее. Что, голова кружится? Отдохни лучше. А пока, почему бы нам не поговорить? После этих слов Саитамы, она разозлилась и сказала, что ей не нужна его забота. И, использовав всю свою эсперскую силу, ей лишь удалось немножко приподнять Саитаму в воздух. А тот лишь радовался тому, что он летит. О-о-о, я лечу. Круто. Тацумаки в недоумении. Ведь она использует всю свою силу. И он давно уже должен был быть в космосе. И какого черта он такой тяжелый? В итоге, у нее открывается старая рана, которая появилась после битвы против ассоциаций монстров. А Саитама просит ее успокоиться. И говорит, что он ей не враг. А та отвечает, что она не собирается с ним подружиться. Саитама посмотрел на нее. И он видел, как она старается его одолеть. И слишком сильно напрягается. Ему стало ее жалко. И он сказал, что она слишком близко все воспринимает. И он взялся ее остановить, лишь потому, что знает ее младшую сестру Фубуки. Она теряет свои силы и падает на колени. И теряя сознание, вспоминает Бласта. Вернемся чуть назад. К моменту, когда Тацумаки смогла поднять Саитаму. Объясняю для тех, кто будет писать, что Саитама не настолько силен, раз уж она смогла поднять его в воздух. Все не так однозначно. Дело в том, что он изначально не воспринимает ее всерьез. И для него она не враг, а просто девчонка, которая слишком разошлась. И которую он пытается успокоить. Если бы он хотя бы на чуточку воспринимал ее как угрозу, то не то чтобы поднять, она не смогла бы его даже с места сдвинуть. А так можно сказать, что он просто ждал, пока она выпустит пар и успокоится. А когда увидел, что она чересчур старается и начинает слабеть, начал беспокоиться за нее и просить ее отдохнуть. Так вот, во флешбеке Тацумаки вспоминает слова Бласта. Не надейся, что в последний момент кто-то придет и спасет тебя. В этот момент она чувствует себя беззащитной. Ведь никто не сможет ей помочь. Она осталась без сил и теряет сознание. Именно поэтому она и вспомнила эти слова. Еще она вспоминает, как Бласт говорил ей беречь себя и свою семью. И после этих слов Бласта, она решает спасти Фубуки. Что она и делает. Напоминаю, что Фубуки и Тацумаки находились в лаборатории, где над людьми со сверхспособностями проводили эксперименты. Затем Бласт пришел туда за магическим кубом, который каким-то образом оказался у них. Именно тогда он встретил Тацумаки. Кстати, тот самый эспер Аполло, который появился в 224 главе, тоже член из этой группировки. Итак, Тацумаки спасает свою младшую сестру от лаб этих эсперов, уничтожив их на ее глазах. Именно в этот момент пробуждается сила Фубуки. Знаете, это напоминает мне момент из аниме Наруто, когда у Саски или у Итачи пробуждается Шаринган. Ну, просто к слову. Тацумаки удивилась, когда узнала о способностях своей младшей сестры. Она винит себя в том, что Фубуки пошла по наклонной, так как у них не было никого, кто мог бы их поддержать. И защита младшей сестры была на ее плечах. Дальше она вспоминает, как Бласт уходил после того, как спас ее. Она не хотела, чтобы он уходил, и просила его остаться. Но мы-то знаем, что у него есть дела поважнее. Бласт был единственным человеком, который дал свободу Тацумаки. В ее глазах он стоял выше всех. Она думала, что Бласт примет ее как равную, что он оставит ее на верный путь. То есть, она думала, что Бласт останется с ней. Но ему нужно было идти. Тацумаки плакала и была в отчаянии. Ведь она очень старается, но у нее ничего не получается. И в итоге все ее боятся. Она думает, что если она не сможет вселять в людей страх, то будет только хуже. И когда она спросила, что ей остается делать, он просто повернулся и ушел с улыбкой на лице. А тот свет, который ее ослепил, я уверен, что это портал Бласта, который он открыл перед собой. Тацумаки начинает приходить в себя. И первое, что она видит, это такой же ослепляющий яркий свет. Но на этот раз это не портал Бласта, а лысина Сайтамы, которая отражает солнечный свет. О, привет! Так ты пришла в себя? Сайтама беспокойно спрашивает, сможет ли та встать на ноги. Но она все еще думала о прошлом. Я хотел дать тебе выпустить пар, но ты никак не могла остыть. Не знаю, как вы, Эсперы, усердно тренируетесь, но ты очень сильна. Я впечатлен. После того, как Сайтама похвалил ее, она лишь вредно ответила ему, окей, и все. А Сайтама ответил ей, что даже похвалу она воспринимает с недовольным лицом. Ха, но как бы то ни было, Сайтама говорит ей, что она может делать что угодно. Главное, не разрушать все вокруг. Он положил руку ей на голову и сказал, что из нее выйдет отличный герой, если она не будет забывать о том, что он ей говорил. Погладил ее по голове и, попрошавшись, решил пойти домой. Но, несмотря на свои раны, она встала на ноги и сказала ему не уходить. Блин, это вам ничего не напоминает? Да, точно. Так же она не хотела, чтобы и Бласт уходил. А тут Сайтама, который также очень силен. Человек, который смог сразиться с ней и оказался сильнее нее. Человек, который смог бы ее защитить, ведь где-то внутри она все еще считает себя ребенком и хочет внимания и любви к себе. Ведь именно этого ей и не хватало в детстве. И чтобы ее уважали и не обижали, ей пришлось вселять страх в сердца людей своей силой. Именно поэтому она и была такой вредной все это время. Но вы ведь заметили, как она изменилась после встречи с Сайтамой? Скажите, вы хоть раз видели, чтобы она была так спокойна? Или такое ее выражение лица? Думаю, нет. Ведь такого никогда еще не было. Точнее, было, но только в ее детстве, когда она встретила Бласта. Так вот, когда Сайтама хотел пойти домой, внезапно появилась Фубуки. Татсумаки удивилась, увидев свою младшую сестру. И я уверен, что после всего была даже рада. Фубуки пришла доложить своей старшей сестре, что с ее группировкой Метель, которые состояли одни слабаки, покончена. Фубуки признает, что Татсумаки была права. И чтобы стать сильнее, ей нужно сражаться в одиночку, как и она. Татсумаки была рада слышать, что до нее наконец-то дошло. Но не до ее группировки, которая следом пришла за Фубуки. Взгляд Татсу, как обычно, вселил в них страх и ужас. Но собравшись, они все-таки смогли высказаться. Они начали умолять ее позволить им служить ее младшей сестре. И тут она решает, что это лишь болтовня. И казалось бы, она сейчас всех раскинет. Но не тут-то было. Фубуки сама их атаковала, тем самым удивив Татсумаки. И меня в том числе. Она начала кричать на них, говоря, что они слабаки, которые не способны даже противостоять ей. А те встают на ноги и терпят ее атаки, лишь бы доказать, что они ее достойны. Тем временем, Сайтама и Татсумаки стоят наедине. И не понимают, что Фубуки делает. А теперь, вы только посмотрите, как Сайтама смотрит на Татсумаки. Он понял, что она беспокоится за свою сестру. Но с этим у нее, мягко говоря, проблемы, и она перегибает палку. Поэтому он просит ее позволить своей младшей сестре жить своей жизнью. А Татсумаки говорит, что это не его дело. А Сайтама начинает рассказывать ей о своем прошлом. «Знаешь, когда я только начал тренироваться, я даже не мог победить монстра волчьего уровня. Даже если они слабы сейчас, никто не может знать, каков их лимит. Вы только посмотрите, как она смотрит на Сайтаму. И какой она милой стала рядом с ним». После всего, через что они прошли, теперь он для нее не какой-то парень, а человек, на которого она может положиться. Второй человек, которого признала после Бласта. Но в отличие от него, который для нее скорее как отец, на Сайтаму она смотрит совсем по-другому. «Вы не подумайте. Я не романтизирую все это от себя. Вы сами все видите». Она хватает Фубуки и говорит, что им пора домой. И что она пришла за Псайкос, а тут всякий сброд появился. И погладив Лысину Сайтамы, сказала поблагодарить его, что они не получили от нее взбучки. А Сайтама недовольный и сказал ей не трогать свою голову. Татсумаки все-таки одобрила группировку Фубуки и угрозила им, что если хоть волос упадет с ее младшей сестры, она их не простит за это. После она обратилась к Сайтаме и сказала, что они еще не закончили. Дальше самое интересное. «Вы готовы?» Татсумаки сказала, что в следующий раз она будет его испытывать. А после пригласила его к себе на чай. Можно даже сказать, что она предложила ему свиданку. Да-да, вы не ослышались. Если раньше мы сами что-то придумывали, то сейчас все совсем по-другому. Она действительно пригласила его к себе домой. Конечно, чтобы просто выпить чай. Затем посмотреть все, на что способен Сайтама. Но наш лысик видит в ней просто вредину. И дабы избежать ее истерик, он отказывается, говоря, что к ней он не ногой. А Татсумаки возмущается и недовольна тем, что он отказался и пытается его переубедить. В это время Фубуки стоит на стороне и наблюдает за ними. И не может поверить, что ее старшая сестра послушалась Сайтаму и приняла ее группировку. Еще ему удалось ее успокоить. Также в шоке стоят и члены ее группировки, которые недоумевают, что за парень спорит с Татсумаки. Затем к Фубуки подходит мужик из ее группировки и говорит, что они ну видимо что-то натворили. А вот что именно мы узнаем в следующей главе. Если я что-то пропустил, напишите в комментариях. Но на этом 227 глава завершается. Краткое мнение о главе. Глава мне очень понравилась, а именно то, что нам получше раскрыли Фубуки и Татсумаки. Мы узнали, почему она была такой злой по отношению ко всем остальным. И почему она признавала лишь Бласта. Дело было в том, что это единственный человек, который был способен ее спасти. А всех остальных она ставила ниже него. Ну а теперь перед ней появился достойный ее парень. И это Сайтама. Второй человек после Бласта, на которого она может положиться. Посмотрим, как сложатся их отношения. И будут ли они развиваться. Лично мне очень нравится их пара. И возможно в будущем они все-таки будут поближе друг к другу. А вот для Фубуки есть Генос, который думаю ей очень даже подходит. Буду ждать ваше мнение в комментариях. Что ж друзья, на этом все. Если хотите поддержать меня материально, ссылка на донат будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Огромное всем спасибо за поддержку. И особенно спонсору этого видео Батлборгу. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.